Как будут швейцарские вооруженные силы реагировать на такие теракты, как в Париже или буквально на днях в Брюсселе? Будут ли они в состоянии защитить людей, а также важнейшие объекты инфраструктуры страны? У нас имеется военная полиция, которая может быть развернута для прикрытия госграницы. Кроме того, в нашем испоряжении имеются учебные подразделения постоянной готовности численностью до двух батальонов. И все-таки случится что-то похожее на теракт в Брюсселе. Кого Швейцария сможет поставить под ружье в ближайшие 48 часов? Как выясняется, сил у нее не очень-то и много. 100 человек из числа военных полицейских, 170 военнослужащих регулярной армии и 800 солдат запаса, проходящих военную переподготовку. То есть всего чуть больше тысячи человек. Таким количеством войск можно эффективно прикрыть или один крупный, или два-три средних объекта инфраструктуры. Крупным объектом может быть аэропорт или атомная электростанция. И мы уже много раз отрабатывали такого рода сценарий. Есть у нас и опыт, накопленный в рамках обеспечения безопасности Всемирного форума в Давосе. А каково на этот счет мнение швейцарского офицера практика? В наши дни заметно возрастает значение частей и соединений постоянной готовности, оснащенных всем необходимым, обученных, мотивированных. Если же встанет вопрос о значительном и, главное, оперативном увеличении их численности, то нам придется создавать современную мобилизационную систему, которой в стране сейчас просто не существует. Меньше солдат, больше бюджет, умение воевать по-новому – таковы ключевые пункты, намеченные в Конфедерации военной реформы. Цель – иметь армию численностью не более 100 тысяч человек, способную отражать все виды современных угроз, включая терроризм. В идеале Швейцария должна быть в состоянии за 10 дней сформировать контингент оперативного реагирования в 35 тысяч человек. Такая группировка смогла бы прикрыть 300 километров границ, взять под контроль одну стратегическую автостраду или защитить, например, атомную электростанцию или аэропорт. Большинство же дорог, зданий, клиник, посольств и других схожих объектов останутся, однако, без защиты. Эксперт по вопросам безопасности Бруно Лецци считает, что настала пора серьезно задуматься о будущем швейцарской армии. Мы в Швейцарии очень глубоко обсуждаем вопросы оснащения, финансирования вооруженных сил, но мы пока так и не поставили самый, наверное, главный вопрос, а именно, какова основная задача нашей армии, для чего она вообще существует. По мнению Лецци, обеспечить успешное будущее швейцарской армии можно только укреплением ее сотрудничества с партнерами за рубежом.